Ежемесячно, каждый последний четверг, прием жителей города, главой администрации Алексеем Банниковым. На этот раз к городоначальнику со своими проблемами пришло 14 человек. Татьяну Григорьевну Шмоткину и ее соседи волнует дорожный вопрос. Ну, у нас на улице дороги нет, тротуара нет, грязь не пролазна, детский садик. Водим детей мы и даже из центра водят к нам туда. Когда-нибудь там дорога у вас была? Можно сказать, никогда ее не было, тротуар тоже никогда не был. На сегодня все наши улицы, не имеющие твердого покрытия, включаются в реестр дорог, нуждающихся в экстренном ремонте. В данном случае про ремонт, про вашу улицу говорить даже не приходится, там вообще строительство дорог должно быть, по идее. И дороги, и тротуары. Как и когда, каким образом этот реестр будет профинансирован, мы пока не знаем. Наша задача пока что только его составить и обозначить. Речь шла о дороге улица Воронежская. По рекомендации главы, связь с территориальным советом по месту жительства и заявлением. И в порядке очереди ремонтные работы. И пообещать вам сказать, что я завтрашний день начну заниматься вашей дорогой, я не могу. Я вам врать не хочу и не буду. Но то, что надо делать, однозначно. Поэтому давайте на общих основаниях, вместе с другими такими жильцами, как у вас, потихонечку начинать из этой грязи выбираться. Первое, что мы можем с вами сделать, это посыпать там щебенку. Проблемы не сиюминутные. Сроки решения весна 2017 года. И это только первые шаги отправной точки, отметил Алексей Банников. У Владимира Быкова три вопроса. Освещение, передача на баланс муниципального предприятия канализационной сети, на улице рабочие, безопасность детей. Я живу в районе стадиона. Стадион, мероприятие проводится постоянно. Дети, ребятишки идут в школу, здесь по улице рабочие, в третью школу. Машины летят, как угорел, асфальт положили новый. Не переход, а переход, возле магазина магнит. И все. Напишите мне заявление своим пожеланием. Значит, установить там переход и мотивирует так, как вы сейчас вот замотивируете. Там дети и так далее, и тому подобное. Но, значит, мы такое правило установили, что теперь все пожелания горожан об установке каких-то позиций, имеющих затраты бюджетные, мы их все проводим через детальный совет. Потом их обобщает общегородской общественный совет, мы выходим с ними на депутатов, на бюджет. В числе основных вопросов опиловка деревьев, благоустройство территорий, ремонт жилья, как и в случае с Владимиром Ивановичем. Мой адрес октябрьская площадь 33, в квартире 28. Отдельный заезжий дом. Городков отказывается делать ремонт, свежать. Платить вы ему? Да. Уже 10 лет я ремонт не видел. Была ли заявка на ремонт, обращение и другие поручения ответственным лицам, чтобы ситуацию прояснить? Если говорить в целом о приемах 2017 года, то в период с января по октябрь у главы администрации города побывало более 80 человек. В зависимости от сложности вопросов их решения. Но без ответа не остался ни один. Ольга Усова, Андрей Щербаков, Область новостей. Субтитры создавал DimaTorzok